здравствуйте друзья двигаюсь в аэропорт сан-франциско там у нас студентка приезжает будет отдельный сюжет мы снимем а по дороге я хотел поговорить на тему заданную нашим зрителям и сам по себе вопрос вы прочтете там если кому-то будет интересно дословно но мое как бы понимание этого вопроса и вот то о чем хотелось поговорить это некоторая критическая масса новых гаджетов технологий каких таких вот новинок инноваций которые с чечкой человеческий мозг вообще в состоянии переварить на уровне использования на каждодневной основе вот понимаете сейчас с такой скоростью происходит все эти события что ну вот невозможно вот представьте себе что допустим каждые три недели будет появляться новый какой-нибудь search engine там который лучше предыдущих но по чуть-чуть или типа того или может быть чем-то лучше а чем-то нет не лучше где-то что-то прикольней где-то побыстрее где-то у него там лучше совместимость с этим или с тем и вот да значит и вы сегодня у вас гугл завтра через три недели там еще один еще один еще один и получится такая история что первые три может быть у них еще будет какая-то аудитория большая а у остальных просто не будет уже ничего нет нет сил понимаете нет сил переключаться нет сил разбираться нет сил там соображать и оценивать преимущество того или иного я по аналогии давайте вам расскажу интересную но как интересно памятную историю о том как мы приехали в начале в конце 90 года и в то время международная связь была достаточно дорогой было несколько компаний телефонных которые конкурировали друг с другом и цена была ну вот например мам нам в москву приходилось звонить и это было два доллара за минуту вот если я сейчас звоню то я там может быть и цента не трачу через айпи телефоне я уже не говорю про skype но тогда это было 2 доллара минута я я вас уверяю что 25 лет назад два доллара это были совсем не то что сегодня это был намного больше тогда 2 доллара это была половина минимальной оплаты труда в час а сегодня 2 доллара это только 20 процентов минимальная оплата труда значит так вот дорого было и все время звонили из конкурирующих компаний и предлагали какие-то планы и эти планы отличались диким многообразием фишек например допустим если у вас много членов семьи то вот звонки между членами семьи вы должны дать их номера там 5 6 7 этих номеров сколько там номеров вот эти звонки например бесплатные или они бесплатные после там 6 часов вечера когда них нагрузка падает или там еще что-то но невероятное количество было фишек вот если как вы сейчас например если бы как вы сейчас пошли бы покупать какой-нибудь план там на сотовую связь то вам бы сказали что вот есть там 30 планов и дальше из них то 5 6 основных и все равно надо было посидеть выбирать а там было то же самое но только это все еще менялось у них каждую там то не неделю но пару-тройку недель значит что-то проявлялось больше того если вы уже на каком-то плане вы могли позвонить туда но если сообразили вам кто-то сказал в свою собственную компанию могли позвонить искать а мне вот там из другой компании сейчас звонили и вот предлагали там лучше там рейд на москву допустим если вам нужно москву этом санкт-петербург вот и они начинали рыться и тут же вам давали что-нибудь там чуть ли не на 30 процентов дешевле но на год а через год надо было снова звонить в общем вот это вот телефонная связь в то время обычная вот такая проводная тогда еще сотовой толком не было вот это было что-то такая конкуренция и звонили люди ты говоришь хорошо я беру план они тебя переключали на какое-то агентство которое согласно по правилам вот этих телекоммуникационных телекоммуникационных операций должно было подтвердить что ты сознательно переключаешься переключал дальше выяснялась такая штука что тот телефон вот тот план который у тебя есть в нем было сколько-то фишек которыми ты реально пользовался на которые пропадали в момент переключения например самое простое у тебя было там наговорено там 4 8 месяца дата на ансрит машин там внутренний который их там сидит и они пропадали ты ушел но вроде номер даже номер за тобой остался там уже никто не отвечает автоответчик не отвечает и там много 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 всяких других вещей короче получается такая катавасия да это за это частное лицо а если ты бизнес вот я например с 94 года ну 95 у нас вот офисы в этом офисе какая-то телефонная система больше чем одна линия и пошло и поехало и вот тоже они значит начинают особенно это чудовищно в офисе потому что там ты не просто у тебя телефон а ты в случае че если этот не берет тогда переключаешься туда там после 6 7 вечера он переключается сюда если до 7 утра то туда и пошло и поехало и там всякие алгоритмы это все довольно удобно и занимает время чтобы настроить естественно алгоритм никто нигде не пишет на бумажке они там где-то забиты и забиты в систему потом тебе это мы тебе даем вот причем они знают твои как-то в общем твои разговоры твои цены и они тебе говорят вот ты при этой же нагрузки там получишь там на 30 процентов меньше там на 100 долларов в месяц меньше нам еще что-то и вот шла невероятная такая эпохальная война между телефонными компаниями и тенте msi sprint может там еще кто был я не помню эти три как бы главные бойца в какой-то момент я перестал отвечать на звонки вот эти я перестал с ними разговаривать даже если я трубку снял например и кто-то говорит вот мы звоним у нас там такой телефонный план я бы спасибо я году мы не будем году раз мы ты сэкономишь там сколько я говорю спасибо я году я не хочу больше экономить я хочу заняться своей работой я не могу больше переключаться с одного на другой со всеми с вами разговаривать каждые там не знаю два-три месяца у меня нет на это сил и нет на это времени и вот похожая ситуация на самом деле сейчас сложилась вот на рынке ну он пока большой глобальный рынок от гаджетов телефона вот я сейчас хочу смартфон самый простой имеется ввиду что того что есть самым простым мне выше крыши достаточно я я них не хожу и не не подгружают об эти applications из магазина там каждый день там по три штуки и даже каждую неделю один день не подгружаю мне не нужно вот у меня есть там этот самый windows фон да там nokia 900 там чем там все два не помню я его выбирал на самом деле чтобы мне камера была хорошая для съемок если что вот он действительно очень здорово снимает но мы все на windows офисе платформе стоим поэтому планшетник и там компьютеры все и в офисе и дома и телефоны и у меня и у жены это очень удобно потому что там всякие эти notifications когда куда пойти календарь все завязано в одну систему и опять получается что менять это все застрелишься если у тебя уже все налажено и все запущено ты уже не я не знаю может может по молодости лет или там когда особенно делать нечего найти может быть только сидишь там какие-то кнопки нажимаешь но я уже настолько присыщен вот этим всем что я не хочу вникать его там гугл глаз такая кул штука такая я я не знаю мне пока не хочется вот у меня нет какого-то желания схватить надеть на себя этот глаз и перенестись какую-то другую реальность я не знаю у меня есть желание чтобы отстали вот то что так много дел и так много сил я вот могу сказать что меня раздражает совершенно ну не раздражает возмущает вот как меняются интерфейсы у популярных продуктов скажем microsoft word я много работаю с вордом я делаю резюме там ну я не знаю но за мир за год я могу сделать не знаю тысячу и вот значит это каждый рабочий день представьте сколько в году рабочих дней и вот значит и кроме резюме я тоже еще много что делаю и вдруг раз новая версия что такое интерфейс изменился теперь я должен вычислять и заново потратить время заново потратить время чтобы узнать как сделать поиск значит что обозначают вот эти дополнительные значит опции которые появились при сохранении файла еще надо сообразить как его отправить там значит по имейлу потому что это и вот раньше было там файл там и сенды добавим а сейчас такого нету сейчас надо пойти куда шер да потом этот шер значит каким способом шер и я понимаю что в этом есть смысл не то не то что я смысла нет но я меня заставляют делать более сложным путем то что я раньше делал простым ну пожалуйста дай мне вот какую кнопочку чтоб я нажал и сказал оставьте мне старый интерфейс нету что вы нету такого и вот я должен потратить время чтобы научиться как пользоваться вот этим вот всем новым без того чтобы мне с этого был какой-то набор то есть это абсолютные стопроцентные вот что называется вейс то в там это бесполезное расходование моего моего времени то есть а время трачу а получаю за это ничего нас по простому поэтому вот это вот манера там операционные системы там каждые пару лет значит менять так чтобы на старую был не похоже не давать возможность вернуться к старому интерфейсу привычному а надо обязательно осваивать новые вот сейчас например из последнего веду урок на дайсе изменился интерфейс для тех кто ищет работу значит тот который для рекрутеров слава богу остался я с ним много работы вот значит но ребята же пользуются я смотрю какие-то фишки вообще исчезли но самое главное что от классического интерфейс такого стандартного вебовского они перешли к такому кульскому найти интерфейс кульский это значит это от слова cool значит кульский это значит фиг поймешь как пользоваться то есть надо сидеть и чесать репу один долго чесать будет другой быстро чесать будет это дело такое но вот им захотелось в вот вот так сделать чтобы репу приходилось чесать чего за это дали ничего вот ноль дополнительной функциональности ноль мало того она же еще и не работает толком они теперь не так тестируют чтобы сначала сделать потом от тестировать они сначала делают потом значит она там на разных серверах видимо по всему миру лежит и вот они там пару серверов значит апдейт делают вот этим вот и смотрят чего люди скажут может где там крыш пойдут или еще чего то и так они на практике на нас на подопытных значит и ну в общем что хочу сказать то есть мало того что стало уродливо пользоваться так она еще теперь с ошибками идет такая философия новая в тестировании ой господи боже мой в общем чего я хочу сказать отвечая на вопрос молодого человека пока молодой так пока есть силы пока есть время пока есть желание но в конце концов ну ну тыркой там господи я вот иногда вижу какая там сидят студенты и как они эти месседжи текстуют у меня такое ощущение что они с 3 из 3 лет это делают с такой скоростью они по этим кнопочкам которые это и господи вроде одну кнопочку жмешь там на три сразу палец нажимает у меня пальцы вот толстый большой я не знаю как бы я это вот так как они но они как пулеметчики стреляют сидят но если ты так пулеметишь и тебе нормально ну пулемет на здоровье кто ж тебе что скажет но я не уверен что допустим через 10 лет и через двадцать или там через 30 вам вам тоже захочется вот этим всем заниматься потому что в какой-то момент возникает вопрос эффективности расхода твоего времени вот когда у тебя времени много а хоть ты его эффективно расходу и хоть неэффективно ничего не происходит конечно зачем же расходовать эффективно если можно неэффективно вот а когда эффективность существенно кать из это денег больше платят или когда ты успеваешь сделать больше тел которые для тебя важны тогда ты начинаешь думать а чего я должен время зазрято потом возникает вопрос супер опасности безопасности когда я начал вот там блогать вот что называется и у меня стал вопрос когда то что на работе мне сложно я работаю меня люди вокруг дергают значит я стал буду в автомобиле как сейчас вот я еду и беседу и жена поначалу очень переживала потому что это же не просто вот я вот еду и еду а я же еще должен кнопочку нажать чтобы запустить потом кнопочку нажать чтобы остановить сейчас у меня камера gopro я все равно не вижу что там камера показывает а когда обычную камеру я возил так значит я одновременно посматривал там в окошечко что там показывает иногда нужно было подкрутить вниз иногда вверх иногда влево иногда вправо ну так по чуть-чуть и даже если ты не подкручиваешь ничего просто нажал кнопку и там запустил движок и поехал все равно вот я еду и разговариваю и мне жена говорит это опасно поэтому я не на всякой дороге позволю себе разговаривать если дорога какая-то петлистая если это в темноте если там дождик прошел и тогда я не буду потому что я понимаю что есть некоторая опасность и я рисковать не стану поэтому есть соображение риска и безопасности например есть соображение экономической денежной что ли эффективности расхода его вашего времени и вот вот эти гаджеты они из той же области я как чек от них уставший вот могу сказать что устал к сожалению когда я был в возрасте вот этих вот молодцов которые сидят там и пулеметят по своим там смартфоном у нас не было смартфонов у нас я вам скажу программируемый калькулятор какой-нибудь там тайваньский это было вообще не что вы даже себе представить не можете вот когда я уже студенческие годы мои там на 20 лет это что-нибудь год там 75 76 да вы чего это это стоило жутких денег так просто купить было нельзя только в комиссионке можно было купить если какой там турист или там не знаю выездной человек привозил там вот и сдавал в комиссионку и вот вот тогда можно было купить ну или там были люди у которых кто-то знакомый ездил там родственники ездили это было на уровне вот таком иметь иметь программируемый калькулятор вот ну к счастью на калькулятор даже программируемых там сильно шустрить по клавишам не надо это было время когда машинку пишущие нельзя было купить машинки пишущие не продавались потому что партия правительства были уверены что дай человеку машинку он начнет листовки печатать мире может быть они думали что те кто хотят листовки печатать они сразу пойдут и купят машинку может быть так но боялись не не продавали все машинки были зарегистрированы если вы написали бы листовку а машинка продавалась под паспорт то есть если бы они нашли листовку они сразу бы определили на какой машинке это напечатано и по машинке они бы сразу узнали кто ее купил вот такая была интересная система ведь как а мы сегодня в каком мире живем ходишь там под чужим именем там комментарии дебильные пишешь или там чё-нибудь политизированное разоблачаешь кого-нибудь там и и ничего тебе пять какое было время так что мы про гаджеты правда прикол ладно значит я наверное эту тему так уже будут закручивать заканчивать хотя мне еще далеко до аэропорта относительно конечно вот потому что больше я наверное не скажу там по содержанию и еще только раз повторюсь под конец что со временем устаешь от фишек от гаджетов не хочется больше вот той новизны не хочется больше вот тех каких-то мелких преимуществ только если что-то уже глобально такое серьезное возникает да ну конечно деваться некуда это принципиально влияет на твою производительность эффективность если такого уровня нет тоже не интересно даже смотреть порог чувствительности снижается так же как когда когда-то баннеры появились если вы знаете эту историю когда возник интернет то баннеры были просто чем-то очень ударным и процент нажатия на эти баннеры был очень высокий относительно экспозиции странички пользователям а сейчас на баннеры никто не жмёт сейчас баннер это как мусор как порнуха как какая-то дрянь никто никто там на эти баннеры жмёт там упала в десятки раз эффективность баннера вот вот то же самое вот тоже самое происходит с гаджетами с фишками с технологическими мелочевками социальными сетями которые каждый день там по два десятка новых и кажется что вот сейчас будет такой же успех как у фейсбука там или я не знаю линк ты на нее тоже не будет уже не будет уже все схвачено устали люди устали караулу стал караулить новые фишки на этой высокой ноте мы с вами расстаемся и едем в аэропорт дальше